Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Темпл и руководитель Лондон Сити Чорч Колин Дай. Меч Духа – это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан к подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором для углубления познания Бога, личных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Это школа служения в Слове и в Духе. Наша тема называется так – «Поклонение в Духе и в Истине». И особенно мы с вами сейчас рассматриваем взаимосвязь между даянием и поклонением. Поклонение стало возможным, потому что был подарок Божьего Сына на кресте. Вот почему мы с вами можем приближаться к Богу, потому что Иисус открыл этот путь для нас. Поэтому действительно и разумно заключить, что и наше поклонение должно быть отмечено жертвенным даянием. На предыдущем занятии я говорил о Первой Церкви. Это была Церковь в Иерусалиме. Насколько они были жертвенными в своем даянии, и все это было связано с их любовью к Богу. Итак, это самая первая христианская община. Что они делали? Они продавали свое имущество, они давали бедным, они не переживали за свои какие-то нужды. Эти люди, которые могли это сделать, то есть позволить себе это, они давали даяние бедным, чтобы и те люди могли быть обеспеченными. И на самом деле это было выражением их поклонения Богу. Мы также с вами видим, что они, можно так сказать, говорили, наше имущество, которое есть у нас, это не принадлежит только нам, это принадлежит всему Божьему народу. Это был замечательный дух жертвенного даяния, и это было что-то особенное, что стало результатом их любви к Богу и их поклонения. И, конечно, это были лидеры, которые направляли их в этом и были примером. Своим примером они показали, как они действительно могли показать людям, Божьему народу, что настоящие поклонники – это даятели, жертвенные даятели. Итак, вся эта община, она была дающей, и ее, конечно же, возглавляли щедрые лидеры. Петр и Иоанн, они дали этому хромому, нищему, нет-нет-нет, они сказали. То есть, если у них не было денег, они все равно ему что-то дали. Они не игнорировали его нужды, но они не дали ему просто свои какие-то монетки, сдачу. Они пообещали дать ему то, что у них было. Они сказали, что мы имеем, то мы тебе и даем. И так, это так радует нас, его исцеление. Но мы забываем посмотреть на дух даяния, который создал это ощущение. И я предлагаю вам иногда посмотреть на те чудеса, которые мы видим в книге Деяний, что это чудеса, которые рождаются из таких сердец, которые были достаточно большими, чтобы быть щедрыми. И это правда. И как я вижу в разных частях света, где я видел самые невероятные большие чудеса, Бог изливает свой дух именно на тех, кто бедный или нищий в духе. Это те, которые не живут ради приобретения богатства или имущества. Я думаю, это может быть одна из самых значительных вещей, которая блокирует чудотворные проявления Бога, его исцеления, чудеса и знамения в западном мире. Это наше идолопоклонство, наша любовь к богатству, наша любовь к деньгам. А в тех местах у них нет ничего, но они готовы отдать все. И то, что они имеют, они дают, они делятся. И в этой простоте сердца есть также открытость. И для Духа Святого сердца, которое открыто, чтобы давать это сердце, которое открыто принимать, рука, которая закрыта и сжата, которая не хочет давать, это рука, которая настолько закрыта, что и не может принимать. И один из способов, как мы принимаем от Бога, это когда мы даем Богу. Вот это учение часто не понимают правильно. Они говорят, что ты что, покупаешь свое благословение? Ты не можешь купить благословение, у тебя недостаточно денег на всех своих банковских счетах. Не хватит всех денег мира, чтобы купить хотя бы одно благословение от Бога. Но твой щедрый дух, он ставит тебя в такую позицию, где ты можешь принимать от Бога. И словами Иисуса, как он сказал, более блаженно давать, чем принимать. Он не сказал, давайте, чтобы вы могли принять. То есть для этого он просто говорит, что когда вы живете в даянии, вы обязательно примете и получите. И это больше благословение давать, чем просто быть таким всегда принимающим. И вы знаете, мы с вами видим, что щедрость, которая была яркой характеристикой Первой Церкви, это была щедрость, которая демонстрировала, что Иисус был живым. И когда люди увидят, как ты даешь от своего имущества, они знают, что что-то прикоснулось к тебе, потому что на самом деле, на что ты даешь, там твое сердце, на что ты даешь, этому ты посвящаешь себе. И одно из самых твоих больших свидетельств, это то, что ты делаешь своими деньгами. И неверующие тоже могут взять твою чековую книжку, посмотреть на твои корешки от чеков и сказать, ну, ты действительно настоящий верующий, не потому что ты просто платишь десятина, но потому что ты используешь свои деньги, ты служишь Богу своим имуществом, и эта жертва, это часть твоего поклонения Богу. И так мы видим, что Первая Церковь, она начала организовывать себя более эффективно, они начали объединять свои ресурсы, у них был, можно сказать, общий фонд, из которого они выделяли на нужды бедных или нуждающихся людей, как будто они просто придерживались этой же системы десятина третьего года, которую отдавали бедным. Они организовали себя как общину, чтобы давать бедным, помогать им. И потом появились Анания Сапфира, и мы видим здесь, что Лука достаточно много времени посвятил, описав людей, которые давали, и мы видим, что он сфокусировался на Закхей, который дал больше, чем ему нужно было дать, так вот, юридически, чтобы отплатить тем, кому он задолжал. Похоже, Лука фокусируется, автор книги Диани, на даянии Варнавы и на даянии Анании Сапфира. Он поставил акцент на этом, и он в контрасте сравнивает этих двух. Варнава дал свободно, щедро, он продал свой участок земли и отдал все, что у него было, на общей цели, в общий фонд, чтобы помогать бедным. И, очевидно, люди ведь заметили это, поаплодировали, и Анании Сапфира, они сказали, «Ммм, выглядит хорошо, наверное, и нам можно это сделать», но они не были настолько же искренними, как Варнава. Анания Сапфира продали какое-то свое имущество, но отдали только часть, но вообще они не были обязаны вообще ничего давать, но часть они отдали, но представили это, как будто отдали все, они хотели тоже получить публичное признание, чтобы им поклонились, поаплодировали, они хотели, чтобы руку им пожали, вот что в таком смирении можно сказать, «Нет, нет, это на самом деле мы просто сделали, что могли». Но истина была такова, что Петр очень ясно выразил, что они не обязаны были продавать имущество, не обязаны были расставаться с чем-то из имущества, и не в этом был грех. Грех был в том, что они солгали, потому что они не хотели признавать, что они не все отдали. И вообще их смерть, это было ужасное предостережение, именно относительно Даяни. Вообще это опасно, давать что-то в пожертвование, друзья мои. Истина такова, что история Израиля началась с того, что Бог, он отверг дар Каина, который был дан неправильным образом в неправильном духе. Итак, история от церкви начинается с того, что Бог отверг пару, супружескую даяния которых, было неприемлемым для него. Итак, нам нужно знать, что нельзя с этим заигрывать, это не шутки. И когда мы поклоняемся Богу, таким образом мы поклоняемся в честности, в реальности. Помните, мы ведь говорим о поклонении в духе и истине. И мы с вами знаем, что Первая Церковь сталкивалась со многими проблемами в этой сфере. Вся их проблема с даянием, это не легкий вопрос был. Как они распределяли деньги, финансы. Вы знаете, с деньгами никогда не бывает все просто и легко, потому что очень много человеческой личности в этом задействовала. Помню, однажды мне сказали, что один психолог был убежден, что то, что мотивирует людей, это деньги. Его спросили, какова самая великая мотивация человеческого духа, человеческого сердца. И он ответил, деньги, деньги мотивируют. И какая это трагедия, что на самом деле это настолько справедливо высказано, потому что деньги мотивируют. Вместе с деньгами приходят амбиции, приходит жадность, приходит доминирование и господство. И люди думают, что имея деньги, получая деньги, они будут счастливы. Но я бы не хотел, скажем так, вот где-то как-то утверждать это наверняка. Но каждый раз, когда я это делал, люди признавались, и они не отвергали эту идею, что действительно, имея чуть больше денег, сделало бы их чуть более счастливыми. Если бы у меня было чуть больше денег, я был бы более счастлив и радостным. Но если было намного больше денег, я был бы намного более счастлив. Но факт в том, что то, что есть немножко денег, это не делает тебя счастливее и не облегчает твою жизнь, с одной стороны, но и не удовлетворяет также жажду твоего сердца. Что нам нужно делать? Это стремиться к тому, чтобы финансы были хорошим слугою. И хороший слуга, когда мы следим, чтобы он служил Иисусу и служил Божьим целям, а не нашим целям. В Индиане, 6 главе, мы видим, случилась проблема. Вдовы, которые говорили на греческом, их пренебрегали в ежедневном раздаянии пищи. Почему? Ну, мы не знаем точно, что фаворитизм это был, может быть, лицеприятие. Что случилось, когда выбирали, тогда выбрали 7 человек, которые должны были служить у столов, чтобы все происходило справедливо. И там мы видим все эти греческие имена. И я хочу показать вам, что здесь они сделали это, чтобы не было дискриминации, чтобы этот фонд был справедливо распределен. Вот эти греческие женщины, грекоязычные женщины, они те, которых пренебрегали, поэтому они взяли грекоязычных евреев, то есть это евреев из еленистов, из греческого мира, из еврейского рассеяния, грекоязычного мира, они должны были этим заниматься. Итак, они решили эту проблему, когда они делегировали. Апостолы сказали, вы занимайтесь этим, а мы будем заниматься другим. И в результате их даяния, они очень серьезно отнеслись к даянию, и Слово Божие начало возрастать, и количество учеников очень сильно умножалось в Иерусалиме. Это Деяния 6 глава. И, похоже, даяние часто находятся у корней пробуждения. Хочу рассказать вам одну историю. У меня сейчас нет ключей в кармане, но я расскажу эту историю. Недавно я была в одной церкви в Бразилии, и мы услышали эту историю, что случилось на одном из собраний их персонала штатного. И в этой церкви пробуждение. Один из лидеров, он увещевал своих штатных сотрудников. Он говорит, послушайте, люди, вы понимаете, Бог ведь хочет все. Готов ли ты все дать Богу? И они не спорили с этим. Они просто достали свои ключи от автомобиля и положили их на стол. Они достали свои ключи от домов, положили их на стол. Они сняли свои часы и положили их на стол. Ты хочешь все? Возьми. Вот все. Больше нет ничего. Ладно, переходим к следующим вопросам. Давайте, следующий вопрос нашей программы. Он сказал, нет, нет, я не имел в виду, что вы на самом деле должны вот это все отдать. Но потом он подумал, да как-то Бог в этом действительно. И он сказал, ну хорошо, дайте тогда. И он сказал, прямо сейчас. Кто здесь? Вот все это лежит на столе. Это все на жертвеннике. У кого здесь нету машины и вам нужна машина для служения? Один человек поднял руку и он сказал, вот, держи, тебе машина. И дал ему ключи от машины. А кому негде жить из вас? Вот. А вот тебе ключи, будешь там жить. И это реальная история, так произошло. Они это сделали? Я могу просто представить, я могу вообразить, если бы я положил свои ключи от машины вот так. Я был бы первой, кто бы поднял руку и сказал, мне нужна машина. И именно вот это. И неудивительно, что там у них такое пробуждение? И куда я приезжаю? Всегда, когда я в эту церковь приезжаю, я вижу, как слепые прозревают, глухие начинают слышать, хромые начинают ходить, и это растет. Дело Божье, по тысячам и тысячам. Почему? Потому что Бог разбил этот дух жадности. И ты не можешь служить Богу и мамоне. И когда этот дух жадности разрушен, у Бога есть возможность работать в твоей жизни. Церковный рост и чудеса, и очень мощные, динамичные встречи с Богом, они намного-намного больше связаны с даянием или с тем, как мы удерживаем свое даяние, чем многие другие вещи, которые перечисляются как высшие приоритеты, когда мы смотрим на учебники по церковному росту. Итак, Бог призывает тебя, верующего, быть даятелем. Щедрость – это базовая, основополагающая характеристика христианского верующего человека, потому что это показывает, что проистекает из сердца любви. Ведь Бог так возлюбил, что Он дал. И если ты был рожден от Бога, и в тебе Божья генетика, его гены, тогда ты будешь любящим человеком, а это сделает тебя даятелем. Ведь любовь – это так, любовь – это давать. Если бы кто-то сказал, пожалуйста, дай мне определение любви, я бы сказал, это просто любовь – это давать. Ты отдаешь от себя, от своего имущества, от своего времени ты даешь, ты даешь, и ты даешь. Вот что такое любовь. И когда мы видим эти отрывки в Евангелиях, которые показывают и иллюстрируют именно эту мысль, например, мы видим это «Сотников Капернауми». Что он сделал? Он дал. Иоанна и Сузанна, что сделали? Они давали. Закей дал. Вдова, женщина дала. Иосиф из Аримафии, он также дал. И мы видим это снова и снова. Во всей книге «Деяния апостолов». Есть эти примеры. Даяние, они просто высвечены и подчеркнуты. Варнава, он отдал это поле в «Деяниях девятой главе». Мы читаем о «Даянии и щедрости Тавифы». В «Деяниях десятой главе» мы видим о «Даяниях Корнилия». Поэтому вот во время всего этого периода такого взрывного роста это была община, которая была настолько заряжена присутствием Духа Святого. Везде мы видим свидетельство о «Даянии» снова и снова, и снова, и снова мы видим это. «Даяния, дорогие друзья, высвобождают Святого Духа». В «Деяниях 11 главе» мы читаем о пожертвованиях, которые были собраны в результате пророчества, которое предсказывало голод, который должен был прийти или произойти в Иудее. И тогда язычники сказали, ну, давайте тогда соберем пожертвования, давайте сделаем что-то для них. Если придет такой голод, там за 400 миль отсюда мы все равно можем поддержать и помочь этим людям. И пророки, они ведь не сказали, что должны делать верующие, они просто сказали, посмотрите, есть нужда. А ученики решили сами, восполним эту нужду. Это были добровольные пожертвования. И до того момента даяние, оно было для местных нужд, локально. Но вот сейчас они стали давать для тех нужд, которые были далеко. Они приняли вот эту солидарность во Христе. Они согласились с тем, что они имели ответственность и обязанность для более широкого тела. Они взяли на себя эту ответственность, чтобы восполнять нужды людей, которых они никогда не встречали и не видели. Никогда их не видели лицом к лицу. Знаете, так интересно, в Антиохе это произошло, где людей впервые стали называть христианами, так, как будто бы язычники-соседи увидели этот акт даяния и сказали, о, мы видели это раньше, это люди Христа, это христиане, да это христиане. И если мы решаем называть себя этим именем, мы также должны и давать, как давал Иисус и как они давали. И опять же это подчеркнуто и высвечено в прощальной речи Павла, когда он говорил старейшинам в Ефесии, и об этом можно прочитать в 20 главе Деяний. Здесь Павел говорит о самых важных вещах, которые вообще можно было выразить. Он их оставил для этой заключительной речи, для прощания. Это очевидно, я больше с вами не поведаюсь. Он говорит, поэтому, подведя итоги всему, чему я учил, я хочу, чтобы вы это послушали, я хочу, чтобы вы никогда об этом не забыли. И так о каких вещах он их начал учить. И мы понимаем некоторые из этих вещей. Он говорит о доктринах, обучении, говорит о своем образе жизни, говорит о том, как он себя полностью отдавал им, и он призвал их к покаянию, он призвал их к вере и так далее, и так далее. Но также он напоминает им о том, что будет происходить с ним, когда он попрощается с ними, хочет, чтобы они за него молились и так далее. Он их предостерегает относительно того, что им нужно быть очень осторожными и беречься разных лжедоктрин. Он напоминает, как это важно продолжать дальше заботиться о стаде Божьем. Но дальше он продолжает и говорит. Я, он говорит, я хочу, чтобы вы это знали. Когда я жил среди вас, тогда во мне не было никакой жадности или притворства. Я хочу, чтобы вы знали. Я хочу, чтобы ни у кого из вас не было вот этой большой идеи, чтобы вы стремились к золоту. Послушайте, друзья, я поддерживал слабых, я трудился, я хочу, чтобы вы это помнили. Он цитирует слова Господа Иисуса, который сказал блажение давать, чем принимать. Диане 20.35. И затем он встал на колени, помолился с ними. Он мог выбрать любой другой текст, чтобы проповедовать, но он выбрал текст о даянии, слова Иисуса, потому что даяние было настолько высоко в списке приоритетов Павла, что он сделал это самым заключительным пунктом. Он сказал тем, кого он привел к Иисусу, и он трудился ради них в Эфесе и сделал это в заключение. Помните, когда эфесяне вспоминали Павла в будущем, они всегда вспоминали эту прощальную проповедь. И эти старейшины, они вернулись к церкви и сказали, вы знаете, мы только что встретились с Павлом, он передает привет, любовь, он в далеких регионах, сейчас молитесь за него, он хочет, чтобы мы за него молились. И знаете, что он сказал нам? Он напомнил нам об Иисусе, он сказал, что это блажение давать, чем принимать. И позвольте мне сказать, когда Иисус говорил об этом, Он не просто, знаете, вот так, с такой верховной точки на небесах, смотрит свысока на нас вниз, чтобы прогреметь и дать нам божественные требования, а потом вернуться и опять на облаке славы плыть на небеса нет. И когда Иисус сказал, более блаженно давать, чем принимать, Он ведь говорил о том, что пришло из Его сердца, Он это продемонстрировал своим опытом, своей жизнью, потому что ведь Он оставил славу на небесах, пришел в эту адскую дыру, которая называется земля, и Он взял на себя вот в этом отношении даяния наш грех, нашу грязь, нашу деградацию. И когда Он отдал Себя там, на кресте, Он знал, что этим Он платил цену за наше вечное искупление. Как зерно пшеницы, которое падает в землю, Он умер, и Он отдал Себя. И Он говорит, что это зерно пшеницы, оно принесет много плода. Он сказал, что это более благословение давать, чем принимать. И как Я отдал, так Я и получу эту славу. Славу Божию она придет. Вы знаете, это большее благословение давать, чем принимать. И Он говорит, будь даятелем, будь даятелем. Но в даянии вы также будете и принимать. Итак, вот эти слова Иисуса, они не встречаются в Евангелиях. Мы не можем их прочитать там, мы не знаем, где и когда Иисус это сказал. Но каким-то образом это очень четко выражает учение Иисуса и Павла. И жизнь в первой церкви они знали, что даяние могло принести радость и счастье. Я не говорю, что даяние покупает счастье. Он не покупал его, а даяние, оно просто приносило счастье. А они признавали, что даяние приносило рост. Это был Божий путь для его людей. Даяние не может купить благословение, но оно приносит благословение. Поэтому то, что Павел выбрал такую проповедь, это не должно нас удивлять. Книга Диани записывает и говорит, что он всегда собирал деньги для других и всегда воодушевлял других людей, чтобы они были даятелем. И мы видим снова и снова, как Павел говорит об этом. И вы знаете, когда мы дальше читаем в Новом Завете, мы видим, что в то время как Новый Завет не принимает законическую систему, то есть систему закона десятин, тем не менее он все равно Новый Завет признает, что те, которые служат, они должны получать обеспечение, должный доход. 1 Тимофею 5.17 говорит, что достойно начальствующим, пресвитерам или старейшим, должен оказывать сугубую, буквально написано, двойную честь, особенно тем, которые трудятся в слове учения. Честь имеется в виду, платить надо им. Пусть те, которые учат и проповедуют слово, получают двойную оплату. Я сейчас не пытаюсь что-то этим сказать, потому что я очень рад и доволен тем, как Бог обеспечивает мои нужды. Поэтому не думайте, что каким-то образом я сейчас особенно как-то за кого-то сейчас говорю. Но я знаю, о церквях, которые буквально это восприняли и сказали, тогда сколько мы будем платить пастору? Ведь он проповедник и он учитель. Поэтому давайте будем платить ему двойную, двойную зарплату, потому что они серьезно относятся к этому слову. Итак, что мы говорим здесь? Здесь это то, что Бог, Новый Завет, можно сказать, признает, что даяние – это способ, как мы можем обеспечивать служение. Но нам нужно это увидеть, что даяние – это не всегда означает платить зарплату. Давайте я сейчас выражу эту мысль. Я получаю регулярный доход, но не в виде зарплаты. Никто мне не платит, чтобы я это делал. Это не зарплата. Ну, технично, если технически посмотреть, конечно, это как будто зарплата. Если вы технически это будете рассматривать. Но духовно – нет, я не считаю это вообще своей зарплатой. И что, знаете, происходило? Апостол Павел, послание филиппийцам, в 4 главе, говорит, что когда ты даешь, «Это твой дар Богу». И когда вы дали что-то мне, вы на самом деле не мне дали, это было пожертвование для Господа. И Он говорит, что когда я это принял, для меня это было Божье обеспечение. Поэтому, когда вы даете ваш дар, он проходит через небеса. Он, его маршрут лежит через небеса. Это такой небесный индекс. Попадает на небеса. И когда ты даешь на служение, ты даешь Богу. И когда служение, которому ты дал, принимает этот дар, это уже Божье обеспечение. И поэтому это не служение, которое кто-то делает за деньги. Но это правильно. И это хорошо, чтобы служение получало должную поддержку таким образом. И вот есть в этом опасность. Вот где лжи-учителя начинают что-то делать. То, что некоторые люди начали злоупотреблять учением Павла о двойной чести, двойная зарплата здесь. Ну, если хотите меня почтить, и действительно хотите благословить Бога, если действительно хотите показать, как сильно вы любите Иисуса, дайте мне тройную зарплату. И кто-то сказал, нет, 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 лучше в четыре раза дайте мне четверную, друзья. Я не буду брать десятину, я не буду брать. Я возьму 90%, а 10% вам останется. И все может вот таким образом продолжиться. И тогда это возможность для людей эксплуатировать Евангелие. Но Павел осуждает этих людей, называет их лжеучителями и говорит, что для кого-то благочестие средство прибытка. Нам нужно разбираться с этим сегодня, потому что в церквях по всему миру это распространяется, это жадность, это люди, которые входят в служение ради того, что они могут получить из-за служения. Говорят, смотрите, какой я важный, я служитель Божий, поэтому не один Rolls-Royce хочу иметь, но два, три, четыре, не знаю, кто-то просил себе четыре. Я сейчас просто преувеличиваю, просто чтобы мысль донести до вас. Истина в том, что есть такое впечатление, что некоторым людям хотелось бы именно так жить. Но вместо этого Бог говорит богатым христианам и говорит, разберитесь с этим, друзья мои, разберитесь с этим. Он говорит Павлу, чтобы тот проинструктировал Тимофея, чтобы он изучал Библию вместе с богачами. Он говорит, созови богатых людей, изучай с ними Библию. Он говорит, а богатым повелевай в настоящем веке. 1 Тимофея 6,17, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Он не приказывает им отдать все, что у них было, чтобы стать бедными. Но он говорит, помните, у вас есть обязанность быть щедрыми, и не надо полагаться или быть зависимыми от неправильного вида богатств. Церковь Ладикии, она процветала, но и была осуждена за то, что уповала на неправильное богатство. Вместо этого Бог утверждает этот принцип щедрого даяния. И апостол Павел говорит об этом во втором послании Коринфянам 8 главе и во втором Коринфянам 9 главе. И когда ты читаешь это в контексте, Павел на самом деле здесь говорит достаточно такие вот утверждения по доктрине высокого уровня. Он говорит о доктринальных вопросах, которые находятся где-то там в стратосфере, говоря о порядке доктринальном. На самом деле, он потом оставляет эти высокие доктрины и начинает говорить о пожертвованиях. Он говорит, друзья, вы должны это понимать, что ваше даяние – это христианское добродетель. Это доказывает, что ваша любовь искренняя, настоящая. Это доказывает, что вы следуете за примером Христа. И это приносит равенство и справедливость тела Христа, чтобы их недостаток был восполнен вашим избытком. И в конце этих двух глав он дает целую серию очень важных просьб и также обещаний. Самое важное, в завершение он показывает очень так эмоционально и ярко, что наше даяние должно быть нашим ответом благодарности на Божье даяние. И также, что это является основой для хвалы, благодарения, поклонения, среди всего прочего. Другими словами, когда ты даешь, ты даешь, это из благословенного духа. Бог сделал так много для тебя. Он дал тебе все. Как ты вообще можешь что-то удержать от Бога? И он говорит, когда ты это делаешь, да, это урожай, есть жатва, да, потому что ты сеешь семена. И что произойдет, ты действительно пожнешь урожай. Он говорит, но урожай, это будет урожай праведности, потому что ты сможешь использовать то, что ты получил, для того, чтобы продолжать и дальше благословлять других. Когда другие благословлены, это вызывает хвалу и благодарение. Когда-нибудь было у тебя? Кто из вас когда-либо получал чудесное обеспечение благодаря щедрости другого человека? Как вы себя почувствовали при этом? Что вы сделали при этом? Вы славили Бога, разве не так? И мы действительно славим Бога, когда вы даете жертвенно, не только вы свой дух открываете, чтобы принять и принять благословение даяния, но вы также помогаете другим людям дать. Вы даете им возможность прославить Бога. Поэтому неудивительно, что жертвенное даяние находится в самом сердце жертвенного поклонения, что является центром истинного поклонения, поклонения в духе и в истине. И мы с вами в следующий раз встретимся, мы будем дальше смотреть на самую вот такую заключительную жертву, жертву радости, хвалы, и мы будем входить в Божье присутствие. Поэтому Бог да благословит вас, продолжайте давать, и продолжайте славить его имя. И на этом мы завершаем наше сегодняшнее учение на тему поклонения в духе и в истине. И я молю, чтобы вы, когда вы смотрели, когда вы слушали, чтобы Бог привлекал вас ближе и ближе к себе. Нет ничего большего на земле, чем быть поклонником Бога Отца во имя Иисуса. Увидимся с вами в следующий раз. Я прощаюсь, и да благословит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok